Как правило, в периоды подготовки и проведения Олимпиад резко возрастает интерес к профильным видам спорта, в данном случае к зимним. Однако это не означает, что летние или внесезонные виды обделены вниманием. В спортивной школе имени Валерьяна Соколова в зале бокса всегда многолюдно. Огромный зал, множество мешков разной формы, настоящий ринг. Для будущих боксеров здесь настоящие раздолье. Довольны тренеры. Сегодня это одна из лучших тренировочных пас в республике. Хотя в последнее время в районных спорткомплексах появилось много хороших залов. Мы здесь участвовали в проектировании, поменяли, нам помогли. И проектанты, и строители очень здорово отнеслись с пониманием к тому, что здесь будут заниматься мальчишки, девчонки, боксеры. И все сделали так, как мы хотели. Предшественник бокса, кулачный бой, был включен в Олимпийские игры еще в Древней Греции. Кулачные бои были очень популярны, считались примером мужества, силы, ловкости. В них участвовали и поэты, и писатели, и государственные деятели, и ученые. Например, всем известный математик Пифагор. Впоследствии этот вид спорта сильно трансформировался, но по-прежнему считается уделом сильных и смелых. В процессе занятий боксом спортсмены тренируют не только все группы мышц, сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но и реакцию. Умение просчитывать возможные действия противника развивают уверенность в себе. Вообще боксом можно заниматься с 10 лет. Но самый лучший возраст по опыту, по тому, как выросли чемпионы разные, это 12-13 лет. Этот возраст, который человек уже что-то понимает, соображает, что-то хочет, уже может проявить волю, где надо заставить себя, проявить характер. Поэтому основной возраст это 12-13 лет. Но вообще по правилам мы можем принять и с 10 лет. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Эггерском бульваре в Чебоксарах дети могут посещать секцию бокса абсолютно бесплатно. Чтобы заняться этим видом спорта, необходимы медицинское заключение и горячее желание будущего боксера.